всем привет я расскажу вам о ультра агентах а теперь расскажу о мире южского периода это я называю ветеринарный модуль лаборатория это машина для перевозки динозавров вот она у нас тут стоит давай покажем что мы все это собрали да но это на самом деле все таки не вся серия одного набора у нас пока нет ну искать я начну начну с этого большого набора давай здесь вот на крыше есть вертолет у него крутится виновь лопасти и дверь туда можно посадить человечка какого-нибудь аку можно здесь вот эти детали похожи на мороженку а вот здесь сзади вот есть такое вот кресло и компьютер здесь вот рекс показывает где он заболел или не заболел не находится может быть да поближе покажу ребята о чем собственно и ротик понятно ну какая-то сложная конструкция понятно что-то там показывается хорошо динозавра отслеживается так общем здесь вот такая вот деталь здесь там компьютерная лаборатория и давно черную уходится ученые кто-то у нас ученые то где он у нас рядом с саку и другим человечком его зовут давайте я ребят покажу пока он всех человечков а в ультраагентах там вот специально упала это не просто так оно так и задумано падай уроника еще разок специально падающие стены это плавинка как лестнице а это падает как будто бы и они соединяются вот так и так как бы задумано что через точки которые прицепляются к двери ну у тебя отлично получилось вопреки законам физики я понял тебя ну ладно ну давай дальше двигаться не будем зацикливаться время у нас немного вот здесь вот есть тепло которое уже треснуло да такие трещины а здесь вот смотрите вы нажимаете на этот рычаг вверх и шарик выкатывается и вот у меня он плохо катается в принципе понятно что здесь что такой фонарями да слушай поверни на а давайте я ребят еще покажу вот вам это вот это вот кран а он называется кран подманка подманка хорошее слово я потому что лежала курица я когда-то ее съел курицу то можно было поискать тимоха да ну ладно у мамы там попроси курицы для динозавров а вот здесь вот ой у меня разломалась ну ничего страшного хороший повод увидеть как вся эта конструкция устроена вот она вот так вот устроена да не заморачивайся оставь как есть в принципе же понятен смысл и как двери ходят давай покажем ребятам вот оп здесь такие рычаги есть ага вот такие вот все ага за них можно тянуть коричневые да вот так дверь закроется ага здесь еще есть мигалки ага и динамин рекс не сможет индо минус рекс не сможет убежать ладно это цикл ну что понятно теперь теперь я вам покажу самого рекса давай ну рекс такой у него длинные длинные руки ну лапы наверно у динозавров то руки то у людей ну наверно лапы еще у него с двумя отрезками пасть в двух позициях открывается он вот сбежал ну ка приложи к его рядом похоже они друг другом то или нет на картинке ну да есть что то схожее его можно у него хвост отваливается у меня тут только отваливается и все такое он сидит давай следующему переходи на на гору меня например интересует типа здесь вот есть такой вот человечек со шляпой угу здесь еще есть вот так вот же человечек со шляпой это разве не он здесь вот такой вот человечек есть угу это кто такой зак 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 а этот человечек вот он и здесь в вертолете этот катится угу а этот идет ну все на своих местах да отлично а ученый стоит слушай так этот и этот одинаковый или нет я все таки так и не могу понять да только вот у него шляпы нет ну возьми этого в шляпе нет хорошо вот здесь и этот набор закончился давай следующий пошел второй это машина угу вот такая вот машина для ловли динозавров я ее для себя назвал да такая вот она большая а здесь есть пистолетик угу ну ядерная бомба она ядовитая так она вот стреляет в динозавров и динозавры убирают и потом везут подожди наверно она все таки усыпляет динозавров зачем их совсем то убивать а да усыпляет угу здесь здесь машина устроена вот так угу подожди давай пока ты снял эту штуку я покажу какое тут место для установки этой клетки да специально сделано машина очень широкая и очень большая долго строили долго строили да ясно хорошо вот такая вот машина угу а теперь пошел сам динозавр угу он такой вот большой так у него хвост рот и маленькие лапки угу можно его поставить в машину а здесь люди вот а а а давай прочитай я тоже тебе помогу прочитать хоскинс аку и в так называемые не знаю кто такие хоскинс аку и в покажи нам ну это хоскинс или как не похож это вэд скорее всего какой нибудь вэд это хоскинс ну да это аку а хоскинса что потеряли да забыть про него ладно забыли про хоскинс вот теперь вот пошел второй набор это ветеринарный ветеринарный модуль он тоже такой широкий небольшой здесь есть такая ушка наряжена такой же деталью только вот у нее здесь есть черные которые опущены а здесь нет такая потерялась или чё не было и не было смотри нет ну да вижу действительно не было беговцы и не сразу решили привязывать да поставить а а это деталька у нее уже столета можно вот так одинаково здесь снимается крыша можно увидеть кто находится внутри да хорошо так сделано внутрь есть часть можно туда запустить по специальным пасекам туда заезжает да ребятам покажу что она по специальным пасекам туда умеет заезжать а вот эти вот детали вбираются в эти пасеки посмотрите прикольно сделано игра заехала отлично выкрывается угу и можно убрать угу она снимается как бы да получается да прикольно да здесь есть цеплялки для людей они могут сюда зацепиться и двери ага понятно ну чё неплохой так он сбоку вот на самом деле и просто такими штуками да так и есть ну да так и есть на рисунке колеса большие да такие можно снять и посадить туда Клэр там же гонит то по фильму Клэр да она убегает от динозавров на этой машине помнишь Тимка а этот на мотоцикле на мотоцикле рядом вот ой зеленый мотоцикл да зеленый мотоцикл И вот такой вот Аку. Клэр, Аку и главный герой. Как его зовут, папа? Оуэн. Оуэн. Оуэн? Оуэн. Он дрессировал Блу и Дельту. Да. А вот Блу и Дельту. И маленькие динозавры, но разные. Бигу. У них, ну, эти. Ты про что хочешь сказать? Вот эти вот. Лапы, когти. Когти? Вверх. Да ты что? Да. Да, посмотрю. Как это вверх? Почему вверх? Да, то есть, на, вижу, вон вверх уходят когти у них, действительно. Да. Понятно. Действительно вверх. Не обращалась внимания. Этот, подпрыгнул, а этот бежит вот здесь. Угу, бежит, да. Ясно. В общем, такие вот, ну и Дельту. Хорошо. Теперь пошел этот набор. Так. Это я даже не знаю, какой-то джип или чего-ли. Джип в погоне за лопоухим динозавром. Ха-ха-ха. Дилофазавром каким-то, да, его зовут? Ну, у меня такой шар, похожий на такой. Угу. Ну, давай. Угу на два. Сейчас раз взглянем на его вблизи. Да, там место для сидения. И там катится вот такой вот человечек. Можно его посадить сюда. И отправить в бой. Ну, он на диване плохо катается. У него сзади есть лицо и только испугавшиеся. Волосы. Ну, да, я ребятам покажу, раз уж мы говорим о лице. Наверное, надо показать, вот у него есть такое улыбающееся лицо. А когда на него напали динозавры, он такой, а-а-а-а, испугался. Он согласен, да. А, вот это вот с бутсом. Здесь у него такие царапины. С одной стороны одна царапина, с другой две. Ну, когда я посмотрю, я тоже не обращал внимания, что у него, кажется, царапина есть. Да, его как будто бы схватило это самое динозавр его. Вау! Да, его хватало машину. Хватал динозавр, да? Да. Он сбивал машину вот так. Ну, хорошо. Вот такая вот машина. Подожди, она у него с лебедкой? Да, эта лебедка может завязать динозавру ногу. Да ты что? Выстрелить и завязать ногу ему. Вот так. Понятно. Ясно. А крыша-то у него поднимается у этого? Да, я знаю, что поднимается. Вот она такая. Откидывается и закидывается. Чух, чух, чух. А вот это вот динозаврик. Дилофозавр какой-то. Ну-ка давай прочитаю, как он правильно называется. Ди-ло-фо-за-врус. Дилофозавр. Ну да, дилофозавр, да. У него карты, бру и дельта. Он такой же. Только у них такие вот маски. Вот. Такой вот зеленый. Теперь самый последний набор это Погоня за Теродактилем. Ну из тех, которые у нас есть, есть еще один набор. У нас его все-таки нету. Поэтому не самый последний. Да. Но у меня набор уже эти закончиваются, которые у меня дома еще есть. Здесь есть сетка. Ее можно вставить вот сюда. Вставить. Нажимаете на этот рычаг, у вас сетка выстреливает. Ну давай, пульника. Ага, вижу. Нормально, выскочила. И она таким образом должна как бы налетающего. А эта деталь как двигатель. Здесь есть пульт. Так. И здесь был пистолет. Хорошо. Винт. Не такой же, как у этого вертолетчика. Вот здесь крышка открывается. И туда можно посадить этого человечка. У него тоже сзади испоглашающаяся голова. Он даже рот открыл. Саймон Масрани. Этого человека зовут. Ну это типа главный, кто рулил этим парком юрского пирида, или владел ли. А этого человечка не любил. Вот это я помню. Ну хорошо. Я просто эту историю уже забыл. О, кстати, помнишь, мы говорили, что с факелом на мотоцикле едет? Вон, тоже смотри. Да. С факелом на мотоцикле. А вот это так на интеродакте. Хотя у него пистолет. Да, точно, я же совсем забыл, что он интеродакте ездит. Он зацепился за пистолет. А вы не знаете, что там под водой есть такая акула? Ну, ребят, наверное, смотрели фильм, так что, знаю, как, которая, в конце концов, съела этого белого какого-то. У Лего тоже так было. Она так потопила. И большой динжав этот остался. Так, ну, давай еще тиродонта посмотрим, раз уж пиродактиль. Посмотрим. А мне тоже нравится. Он такой несложный какой-то такой, но он какой-то хороший. Очень натурально выглядит. А это вот аку. Ну, у него зарица нету. У него одно испуганное однозначно. У всех аку есть такие вот стекла. каски такие со стеклами, да? Да. Ну, я до конца вот так не надо одевать. Ну, понятно. Потому что они сломаются. Только глаз надо. Ну, что, жалко нет, что у нас еще одного набора нет. я думаю будем покупать его все равно. Я с вами прощаюсь. Наборы были классные, когда я их покупал. Ну, они чуть-чуть разломались, но у меня будет другой набор. Я вам расскажу о нем целом. Хорошо. Ну, что? пока. Пока, Тимух. Тимух.